Выявить на ранних стадиях серьезные заболевания и патологии, обнаружить факторы риска. Это главная цель диспансеризации. После перерыва, вызванного волной ковида, в первой поликлинике вновь возобновили профилактические мероприятия. Пройти диспансеризацию могут раз в три года граждане в возрасте от 18 до 39 лет. С 40 лет медики приглашают на обследование ежегодно. Если гражданин в указанные возраста не попадает на диспансеризацию, то есть ему нельзя провести диспансеризацию по возрасту, он может пройти профилактический медицинский осмотр. В принципе, это такая же диспансеризация, только набор исследований сокращен, так скажем. В первую очередь диспансеризация позволяет обнаружить сердечно-сосудистые заболевания, которые занимают первое место по смертности в мире. Обязательно у пациентов измеряют уровень сахара в крови и холестерин, проводят ЭКГ. Второй большой блок – исследования, направленные на выявление онкологии или предраковых заболеваний. Для этого у нас тоже есть определенные исследования. Это флюорографии легких. Для мужчин мы проводим измерения в определенном возрасте, измерения уровня ПСА для исключения рака предстательной железы. Для женщин мы проводим маммографию, согласно, ну, все происходит по возрастам. Также проводят исследования на наличие скрытой крови в калии, а с 45 лет – гастроскопию. Кроме того, с лета прошлого года в России стали проводить углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом граждан. В нее входят и стандартные исследования, и дополнительные. Проводим рентген легких обязательно, значит, сперметрию, то есть исследуем функцию внешнего дыхания. Обязательно пациенты сдают кровь, биохимический общий анализ крови. И для пациентов, которые перенесли тяжелые и средние тяжести ковид, определение дедимеров крови, то есть фактора образования, тромбообразования. После проведения всех обследований пациента направляют к терапевту, который рассказывает про результаты анализов, проводит консультацию, при необходимости назначает лечение, дает направление на дополнительные анализы и процедуры, направляет к узким специалистам. После того, как я переболел ковидом, решил пройти диспансеризацию. Что мне очень понравилось, все это на одном этаже, времени, минимальные затраты, все очень удобно, хорошо. Хороший терапевт, который объясняет в дальнейшем, на что уделить внимание. В 2020 году я дважды переболела ковидом. Через полгода меня пригласили на диспансеризацию. Там предложили, после диспансеризации предложили дневной стационар. Облечила в дневном стационаре. В общем, очень довольна отношением врачей, вниманием, всего медицинского персонала. Со второй половины года клиническая больница номер 50 планирует проводить школы здоровья для пациентов, у которых во время диспансеризации обнаружили факторы риска. Школы будут посвящены гипертонической болезни, раку груди, борьбе с табакокурением. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.